Доброе утро, дорогие братья и сестры, друзья! Друзья, в прошлый раз мы говорили о том, что находимся в состоянии какой-то обреченности, как будто мир приближается к катастрофе, которую невозможно предотвратить. У людей отнят главный жизненный стимул – надежда. Кажется, что тяжелая тьма опускается на землю и окутывает ее черным погребальным покровом. И это не политические потрясения и неожиданные житейские трудности, а какое-то ощущение метафизической трагедии, в которую пытаются включить всю землю. Нельзя сказать, что в нашем обществе исчезло добро. Это было бы неправдой. Еще есть, к счастью, много добрых примеров – примеров доброты, сострадания, служения людям. Но трагедия в том, что люди как будто забыли о покаянии. Кажется, что какая-то темная сила украла у нас этот великий божественный дар. Это воскресение души еще до телесной смерти. А ведь благодать возвращается тем путем, которым она уходит. Благодать оставляет нас из-за наших грехов. А грехи становятся семенем тех терней и колючек, которыми зарастает наша преждецветущая поля. Грехи, именно грехи становятся предверием тех катастроф, приближения которых чувствуют души людей, даже далеких от веры. Наша ошибка в том, что мы оправдываем себя, ищем причину своих несчастья вовне. И потому евангельский призыв, призыв к покаянию, не находит живого отклика в нашем сердце. А если мы и каемся, то очень часто ритуально и формально, как бы забывая о трагических последствиях греха. И именно этот вопрос очень важен. Это один из кардинальных вопросов христианской нравственности. Почему так? Ведь мирская мораль основана на гордости, личной и общественной, на том, что превратно называют человеческим достоинством. Иногда даже считается полезным искусственно развивать эту гордость, как бы в расчете на то, что человек захочет стать таким, каким его представляют, расхваливая. Но результаты почти всегда плачевные. Человек, уверовавший в свои мнимые добродетели, обычно успокаивается, считает, что у него все в порядке, ему незачем исправляться, а остается только радоваться, что он такой хороший. Но жизнь не балует людей. И тот, кто приобрел комплекс своей правоты, оказывается в затяжном конфликте с теми, кто с ним не согласен и ему перечит. Такому человеку кажется, что он воплощение добра и непогрешимости, а другие – носители зла. Вот это неумение видеть свои ошибки, вот это нежелание осудить себя приводит к тому, что охладевает дружба, распадаются семьи, люди отчуждаются друг от друга. комплекс собственной праведности. Это самое тяжелое иго, какое может нести человек. Вот почему покаяние – это суд над собой прежде Божьего суда. Но, увы, очень часто в наше время человеку кажется, что его несправедливо преследуют, унижают и оскорбляют. Он может выступать только в роли обвинителя. Эта позиция всегда проигрышна и бесперспективна. Не осознав глубоко своих грехов, своей вины, своего внутреннего растления, человек не может перемениться, не может покаяться и принять благодать Божию, не может вступить в новые отношения с людьми и Богом. Он похож на какого-то странного безумца, который по гордости сам себя замуровал в склеп. Между гордыми людьми могут иметь место солидарность и нечто вроде дружбы только в одном случае, когда они выступают вместе против мнимого или действительного противника. Но когда этот фактор единения, в кавычках, исчезает, то от былой солидарности не остается и следа. Подобные примеры можно видеть на каждом шагу. Однажды Александрийский архиепископ спросил старца Нитрийской горы, спросил о том, какое делание согласно многолетнему опыту его есть высочайшее на подвижническом пути. И тот ответил, постоянное самоукорение, то есть всегда и во всем винить лишь себя одного. Архиепископ тогда сказал «Это не только высшее делание, но и единственный путь ко спасению». Вот здесь истоки христианской и мирской морали, вот здесь граница, разделяющая эти два русла. Вот почему в жизни человека так важна исповедь. Исповедь – это таинство и внешняя форма покаяния. Есть люди, которые каются горячо и искренне. Но какова исповедь у большинства? Многие часто говорят заученные фразы, плохо понимая их смысл или воспринимая как психологический самоанализ. И тогда в ней нет главного. В исповеди нет отвращения к совершенному греху и желания бороться с грехом в будущем. Поэтому такая исповедь похожа скорее на литературный рассказ о своих интимных переживаниях и прочем безчувства трагичности греха. Греха как смерти души. Только с осуждения самого себя начинается духовное возрождение человека. Гордый не может любить. Он не умеет быть благодарным. только смиренный способен видеть добро и правоту другого. А смирение приобретается покаянием. И само покаяние растет и углубляется по мере смирения. Благодать скрывала от святых их добродетели и духовную высоту. греха. они до самой смерти считали себя грешниками. Кто любует со своими добродетелями и рассказывает о них, тот свидетельствует этим, что лишен благодати и духовно наг. Только смирение делает, дает людям способность искренне уважать друг друга. Требовать от себя больше, чем от ближних, быть благодарными за сделанное добро, за оказанное внимание, прощать чужие ошибки – вот фундамент, на котором может утверждаться христианская семья, а значит и общество в целом. Человек, умеющий обвинить себя, не будет терять внутреннего мира, не станет проклинать людей и жизненные обстоятельства и сотрясать кулаками воздух, он будет думать о том, какие он совершил ошибки, как ему надо поступить, чтобы по возможности исправить их, и даже чашу самых тяжелых испытаний он примет, как очистительное врачевство для своей души. Мы говорили о покаянии и смирении как основе христианской нравственности и любви, как принципе человеческих взаимоотношений, как показатели возрождения общества. Но есть еще другая метафизическая сторона покаяния. Грех, не омытый покаянием, не исчезает. Как капли дождя образуют потоки, так грехи людей, соединяясь вместе, образуют разрушительную силу, которая проявляется в физическом плане в виде войн, общественных потрясений, голода, эпидемии и природных катаклизмов. Эта сила, эта темная энергия наших грехов открывает демонам широкое поле деятельности на земле. Поэтому от покаяния зависят судьбы народов, стран и всего человечества. Некоторые, услышав такое, скажут, а какое значение для мира будет иметь мое покаяние или покаяние немногих людей. Давайте вспомним. Господь искал в Содоме десять праведников, но не нашел их, иначе город был бы сохранен. В Содоме жил праведный лод. И святитель Иоанн Златоуст пишет, что лод был праведен потому, что он, живя в Содоме и мучаясь виде грехи его жителей, не осуждал никого. В завершение мне желанно пожелать всем нам, пусть каждый человек, каждый из нас зажжет свечу свою свечу покаяния. А это значит простит всех, молится за всех и отвечает добром на зло. И если кается человек за себя и за своих близких, его свеча не будет одинока. Около нее зажгутся и другие свечи. Будем беречь этот огонь покаяния в своем сердце. Ведь само покаяние это надежда. А надежда, соединенная с любовью, не может быть отвергнута Богом. отвергнута 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 катастроф. Продолжение следует...